Всем привет! У нас сегодня первый семинар в Москве за последние два года. Собрались очень знакомые люди. Я в чатах у многих на обучение, но лица знакомые многие. И сегодня у нас будет две основных темы, и они будут постоянно углубляться, обсуждаться. И я сегодня решил спонтанно провести встречу именно в виде таких небольших интервью. Ну, чтобы ближе быть. У нас же самое главное – это вот эта близость. И нашу школу узнали благодаря эфирам. Поэтому я хочу сделать такую встречу с мини-эфирами. Что мы будем обсуждать? Самые сложные позиции в астрологии, которые сложно прорабатывать, или самые актуальные жизненные вопросы у людей? Как раз у нас сейчас прогрессивная публика, которая развивается в эзотерике, и интеллектуально, и духовно. И поэтому вопросы будут как раз такие, ну, я уверен, интересные. Поэтому вот кто сегодня захочет, тот может сесть на этот стул и поделиться своим вопросом. Я вопросы не знаю, какие будут, и кто сюда сядет, тоже не знаю. То есть у нас все спонтанно. Вот. Поэтому мы сейчас начнем. Ну, и от того, как пройдет семинар, какие будут вопросы, мы потом еще и придумаем название ему. Короче, да, у нас креативный семинар. Так, ну что, давайте тогда начнем. Давай как раз с Таи. Давай. Да, у нас куратор пришел, Тая. И начнем с куратора. Потому что через кураторов сейчас идет огромный поток. Они проводники, поэтому начнем с проводника. Вот. Привет, привет. Ну, немножко расскажи, сколько ты у нас уже работаешь. Так, немножко о себе, да. Почему вообще в астрологию пришла? Почему пришла в астрологию? Пришла я в нее ровно пять лет назад. Может, чуть больше. Пять с половиной. Потому что мне не хватило, да, привет, там вижу, знаний в моей привычной профессии. Я логопед-дефектолог. У меня сложная категория детей, с которыми я работаю. И там без, наверное, эзотерики, без психологической помощи для себя какой-то, для родителей, для взрослых было очень сложно. Поэтому мне пришлось, наверное, самой копаться, углубляться, стремление помочь. Мои полные рыбы, у меня там кету, это такой талант помогать, желание помогать. Еще и в восьмом доме, поэтому, наверное, это была судьба. Плюс у меня родился еще ребенок, тоже с очень интересной картой. Тогда мне казалось, что она очень тяжелая. А что там именно тяжелое было? Слушай, я когда первый раз ее открыла, я как бы вообще, ну, сама изучала астрологию. Во-первых, там, по моему видению, была колоссарпа. Лагнеша, он восходящий лев с солнцем в восьмом доме. И луна тоже в восьмом доме в рыбах. То есть, получается, что показатель папы, да, солнце, в принципе, плюс еще Лагнеша в восьмом доме. Переводи это теперь русский. Ну, в целом, да, что это дает в совокупности? Человек может быть не уверен в себе, да, ребенок может не понимать себя, он может стесняться где-то себя, он может не понимать свои эмоции, свои чувства. И мне, как маме, было, ну, наверное, даже немножечко страшно, как ребенок воспринимает меня и как ему транслировать безопасность в этом мире. Ух ты! Поэтому, наверное, это была вот вторая такая, это было толчковым моментом, чтобы идти углубляться именно в астрологию. Потому что, когда уже свой ребенок с такой интересной картой, ну, сейчас я люблю все положения. Я, наоборот, сейчас пришла к тому за пять лет, что самые тяжелые положения, да, вот там Лагнеша в двенадцатом, в восьмом доме, да, в астрологии какие-то страхи, для меня это огромный потенциал. И я люблю эти сложные положения, когда вижу, вот кто у меня был на уроках, я всегда говорю о том, что, блин, это самые крутые положения. Потому что я служу по себе, у меня там сильное солнце, например, в первом доме во Льве, и мне сложнее всего его почему-то развивать. И люди очень часто с сильными положениями, они не ощущают эту энергию. Вот это, наверное, самый такой в моей голове пока дисбаланс. Почему слабое положение, принятое, они, наоборот, дают больше энергии, больше такой памп человеку, нежели когда там лакшери-йоги одни, полные там классные дома, да, сильные, первый, пятый, девятый. И люди не реализуют эти свои уже пришедшие с ними таланты. Очень хорошее начало, да, вот мы начали прям как нужно. Когда вот не планируешь, всегда хорошо получается. Мы начали с детей. По сути, ну, я мечтаю о том, чтобы астрология всё-таки перешла на тот уровень, чтобы мы уже в школе отслеживали вот эти тенденции в детях. И даже вот, да, сейчас перейдя на курсы психологические, если бы уже в школе отслеживали положение психических отклонений, там, сексуальных отклонений и всего остального, уже бы меньше было преступности на самом деле. А это астрология может. Поэтому, ну, это если грубо говорить. Но также мы понимаем, что ребёнок — это отдельная душа, которая на самом деле-то никак, ну, так вот я имею в виду, с родителями, если фундаментально смотреть, не связана. То есть родители что-то передают, но у неё есть свой путь. Она приходит в один род, в другой род. И когда карта родителя передавливает ребёнка, то он начинает жить не своей судьбой. И за это будет отвечать и родитель, и ребёнок. И да, пускай это и не специально происходит. А ведь душа, она же хочет развиваться. И вот этот фундаментальный вопрос детей, это прямо вот круто, что мы его затронули. По поводу солнца во льве. Я, знаешь, у меня какая мысль пришла? Это как дети богатых родителей. Это солнце, оно уже на троне. Ну, то есть оно уже чувствует себя достаточно хорошо. И вот эти планеты, которые хорошо сидят в своём знаке, да, они справляются со своими, да, там, обязанностями. Но они не особо как бы чувствуют, что им нужна какая-то проработка. То есть когда наступает период, человек уже ожидает, что ему там особо-то впахивать не надо. Он как бы интуитивно уже сильно не настраивается. А вот когда, например, планета в падении или в сожжении, он уже готовится к этому периоду и вкладывает туда больше сил. То есть первая проблема – это именно то, что мы психологически расслабляемся, если планета в собственном знаке. Во-вторых, да, эта планета самоуверена. Потому что солнце во льве, да, солнце на троне на своём сидит. Слава богу, это, конечно, не экзальтация. Экзальтация – это куда сложнее ещё. Это получается, если с экзальтацией сравнить, это типа здесь просто царь, а это царь, который превышает свои полномочия. То есть солнце в экзальтации. Ему охота и это, и то, и, короче, не остановишь. А вот именно какие, ты считаешь, сложности есть с этим положением, которые не решаются вот пока? Что там именно? Ну, в жизни, да, вот. Как ты чувствуешь, что оно нереализовано, это положение? Как ты это понимаешь, что оно нереализовано? Именно моё или вообще когда? Да, вот двоё именно, да. Вот у тебя, ты говоришь, солнце во льве, и что-то там в нём не работает. А что именно? Личные границы. Ну, знаешь, со временем это, конечно, прорабатывается, особенно благодаря астрологии, когда я понимаю, что я хочу, какие у меня есть положения в принципе, что у меня может забирать энергию. Но были сложности с расставлением границ, с тем, чтобы сказать нет. Хотя солнце во льве, да, это как бы такая жёсткая позиция я, по идее. Но вот её как бы долго не было. Я долго её воспитывала, взращивала. На протяжении там последних двух лет, да, была такая вот огромная проработка понимания в принципе положения, что оно даёт, переоценка его, переосмысление его. Вот, значит, получается, если вы видите какое-то положение в карте, которое по трактовкам должно хорошо проявляться, но оно не проявляется, практически 99% почему это так, это влияние родителей. То есть если у вас что-то не работает, это значит ближний круг мог легко передавить эту позицию. То есть если у родителя, да, например, может планета стоять в том же доме, как и солнце, да, например, у человека там луна, а у родителя Сатурн. Или там у тебя солнце, а у родителя там раху. Первое, это надо сразу маму-папу проверить. Ну и естественно, солнце – это отец. И если мужская энергия в твоей жизни с детства нарушала твои границы, или в школе мальчики, да, немножко вели себя, да, так, то ты свое солнце, то есть они уже, мужчины, с самого детства уже чувствовали, что в тебе есть вот эта сила. Когда люди обнаруживают сильного человека, они автоматически чувствуют, что его нужно немножко это, ну как бы осадить, так скажем. И в школе, да, вот этот буллинг происходит именно с детьми, у которых сильные позиции, с талантливыми людьми и все остальное. Поэтому здесь нужно понять, вот могло ли окружение, да, как-то вот у тебя повлиять. Или отец, или мама, ты как считаешь? Я сейчас понимаю, что у меня начались проблемы, назовем их так, да, с солнцем, когда пришел период Сатурна, Махадаша сменилась. Потому что до 18-19 лет, у меня, по-моему, в 18 или в 19 пришла Махадаша Сатурна, я была яркой звездочкой. Я, да, вот как раз-таки я вспоминаю, я идеализировала отца, я была любимой дочкой, у меня были прекрасные отношения в школе, я была всегда душой компании, заводила на сцене, ведущей, то есть меня везде всегда все ставили, да, во главу, скажем так. Но вот я сейчас понимаю, что примерно это началось, как раз когда пришла Махадаша Сатурна. Он, наверное, поддавил меня. Ну, не поддавил. Он, получается, на самом деле тебе здесь повезло, солнце у тебя работало нормально, то есть с мужской стороны не было. Но это для зрителей, у которых вдруг другая история. Но, получается, солнце – это эго, Сатурн – это совесть. Сейчас я скажу сложную вещь, конечно, но, получается, каждую секунду, можно так сказать, пространство анализирует наше развитие в будущем. Ну, то есть от того, что ты сейчас сделал или поступил, это как бы семечка, как ты с человеком поступил. И программа, которая в нас строена, она уже рассчитывает на 10, 20, 30 лет, что будет с твоим характером, если ты пойдешь в эту сторону. И получается, что, если твоя программа, ну, например, где-то там 35-40 зашкаливала в плане эго, то сразу идет корректировка, и человек даже не понимает, почему. Все думают, что это либо прошлое, либо я сейчас что-то сделал, но мало кто знает, что это может быть будущим. Поэтому смысла искать там карму или вот эти вот ответы на вопросы, нет в этом смысла. Искать это в прошлых жизнях, или там какая-то прабабушка что-то сделала. То есть, по сути, нужно вернуться в настоящее и просто решать этот вопрос здесь. А люди любят объяснять это там каким-то плохим Сатурном или там генетикой, или там кто-то на него повлиял. А у тебя Сатурн пришел, он знает, в чем дело, он знает, куда ты идешь. Да, это твоя совесть, то есть она тебе показывает. И в принципе нет смысла искать причину. А почему так? Ну, просто нужно принять эту энергию и понять. Поэтому, ну, занимаясь как бы духовными практиками, я понял, что там самая главная задача это принятие. И мы карту изучаем, да, чтобы принять себя, чтобы себя полюбить. И когда я слышу всякие такие вещи, что на людей влияет Сатурн или лунный коридор, или затмение, это просто уровень любви к себе. То есть когда вы нормально проработаете себя, поймете, как у вас все работает, то у вас не будут возникать вопросы по каким-то затмениям или периодам. Вы просто будете жить своей жизнью. И по сути, как бы задача этой системы выйти из этой системы, чтобы на вас не было этого влияния. И это ненормально, если оно есть. Когда человек свои проблемы объясняет, там, не знаю, затмением. Ну, реально странно. Ну, да, что луна виновата, у него там солнце. Вот в этом и фундаментальная проблема. Вот эти все, да, вещи, которые пугают нас и все остальное. Поэтому, когда у нас люди учатся, они изучают именно не то, что у них там плохо или хорошо, а в принципе они пытаются понять, как у них это работает. И когда человек говорит, там, ретроградный Меркурий или Марс, там, он что-то не так, это все, что сказать, вот у меня вот левая рука, она вот, ну, не хочет со мной работать, и я там на нее обижаюсь. Ну, это странно. Странно. И вот и хочется, что из этой шизофрении выйти. Поэтому астрологи так воспринимают, что есть какие-то планеты, которые там давят, и человек должен всю жизнь там из этого выбираться. И, естественно, человек говорит, ну, вот, что там у меня какое-то соединение бедности, что мне деньги зарабатывать, я же уже родился с такой кармой, и можно ничего не делать. И он платит астрологу только для одного, чтобы объяснить себе, ну, что ему не нужно ничего делать, что у него карма. Он скажет, ну, скажи, ну, что у меня там плохого? Типа, у меня же ничего не получается. Не я же виноват, правильно? Вот. Так что спасибо, Тай. Это очень круто. Слушай, очень круто, что ты поднял вопрос про будущее. Я, если честно, про это даже не думала. Все обычно говорят про прошлое, про настоящее, но Сатурн действительно, ну, вообще, да, вот эта вот проектировка в будущее очень круто позволяет взглянуть, да, для чего тебе это даётся, почему ты поступаешь так или иначе. Очень крутая мысль, и благодарю. Спасибо. Ну, вот она от тебя пришла, потому что мы, да, вот это сформировали. Спасибо большое. Спасибо, Тай. Мы продолжаем сотрудничество. Да, Тай у нас молодец. Она вот по детям очень классно и делает программы в школе, так что очень классно. Идёт, так скажем, не от своей боли, а от своего запроса. Все психологи, все кураторы, которые действительно пришли в профессию, чтобы решить свой вопрос, это самые талантливые специалисты. то есть когда они пытаются решить проблему, та, которая у них, потому что она у них вызывает резонанс. И это важно. И наоборот, это надо делать. Тёп, давай с тобой. Да пойдём, пойдём. Давай, быстренько. Да, расскажи, как тебя зовут и как ты пришла в астрологию. Здравствуйте, меня зовут Кристина. Пришла я в астрологию через непонятных астрологов. Давай вот так, чтобы не выключить кнопочку. Но это не через вашу школу. Ну, то есть я попросила соляр, мне скинули ссылки, где написано на год. Да, переводим на русский, у нас там будут люди смотреть. Да, и я, наверное, три месяца каждый день по три часа переводила эти иероглифы, но я их не перевела. И на вопрос, что означает Сатурн или что-то такое, я попала на видео с Максом. Ну, и все, и я потом просто пришла в школу. А скажи, что там тебя конкретно не устраивало в той трактовке? Это следующая у нас часть будет, сейчас поговорим про классические современные трактовки. Ну, из серии ваша Накшатра, там, я не знаю, упадов в такой-то, ну, вот эти непонятные, то есть ни дома, ни, ни к примеру, то есть, ни профессия отвечает там вот этот сектор там или то есть, не дали объяснение человеческое, а дали просто планетарное. А, вот. Вот, тебе дали Сатурн, который, карму, а, еще и сказали, что у вас период сады-сати, поэтому, как бы, можете успокоиться. Да, вот этот кризис, как бы, принимайте и живите. Вот, как раз давай это обсудим. Вот, и как раз вы прям как по плану, видите, семинар сам как бы выстраивается, значит, ну, в этом и смысл всей нашей школы, вот эту всю, да, непонятную, очень сложную структуру, вот эти переводы, ну, чтобы вы понимали, кстати, это было на санскрите, потом это перевели на английский, потом с английского на русский, и те, кто это переводил, половина из них были еще и религиозными деятелями. Ну, вы сами знаете, кришнаиты, там, буддисты, и они еще там своего добавили. Ну, как этим пользоваться, если честно, я не знаю, и я даже сейчас вам не подскажу. Поэтому я сделал свою статистику, посмотрел, как бы, какие сейчас профессии, как они в карте выглядят. Ну, грубо говоря, если там тебе пришло 100 айтишников, у них у всех, ну, что-то совпало, да, там, ну, велика вероятность, что, если Марс с Меркурием будет стоять, да, у следующего человека, а до него уже 100 человек зарабатывают на этом, ну, и у него будет это работать, все просто. Только вот в древних книгах нету конкретного распределения по профессиям. Поэтому меня за это, конечно, осуждают, но я не считаю в наше время, да, тех, кто создал классическую, ну, так скажем, астрологию, как Рау, Порошара, то есть я их уважаю, но они для меня не авторитеты, потому что их знания недостаточно, чтобы астрология сейчас современная могла жить. Потому что, во-первых, у них не было психологии, у них не было в те времена сексологии, у них не было методов решения, потому что просто прочитать мантру, помедитировать или там накормить ворон, то, что там написано, я не думаю, что это поможет. И, кстати, ничего не поменялось. Я в Бангалоре был, там ребята к астрологу поехали, он говорит, я говорю, а как у него вообще консультация проходит? Ну, он сначала там рассказывает, когда мама у тебя умерла, умрет, потом, когда папа. Очень интересная информация, не понять для чего. А потом, ты должен покормить трех козлов. Вот. Поэтому это грустно. Ну, что я могу сказать? Вот. И поэтому, и вот представьте, если к нам в школу бы пришли, да, и, ну, то есть, ну, кому-то, конечно, бы это, может, понравилось, но этих козлов надо еще найти, этих трех. Где их искать? И вот в итоге получается, когда нет решения, нет психологии, возникают вот такие вот чудо-способы. Поэтому задача современной астрологии постоянно поддерживать статистику. Грубо говоря, сейчас пять лет пройдет, мы все поменяемся, нам нужно снова опрос делать людей и все планеты снова расставлять. То, что делал РАУ, это устаревшая система. Это все равно, что мы будем сейчас пользоваться Моторолой. Понятно, Моторола, да, например, она уже привнесла что-то, да, и без нее не появился бы айфон. Я это признаю, и я тоже на этих книгах учился. Но мы должны дальше двигаться, мы не можем людям говорить про проклятие, мантры и все остальное. То есть нужны конкретные действия. То есть что нужно делать, в какую профессию идти, какие сексуальные фетиши у человека конкретно, он хочет это знать. Почему мой муж именно вот так делает? Вот нужно узнать, почему вот он такой вот, у него характер вот там, жесткий или не жесткий. Что с этим делать? То есть сейчас людям нужен ответ. А если мы будем, да, использовать только классические тексты, в которых нет решения, то, естественно, ну мы к нему и не придем. Поэтому, да, мы поэтому синтезировали. База у меня такая же, как у Рау. Все его книги я читал. Но то, что у него не работает, я просто заменил статистикой. Поэтому я его знания уважаю, но просто некоторую часть знания, я не могу просто физически ее использовать. И меня за это осуждают. Ну, что я это не делаю. Вот у Рау там так написано. Кто такой Рау или Порошара? Это обычные люди, которые жили там в деревушке. К ним приходили индусы, и они там что-то записывали. Это не просветленные, это не какие-то, ну, я вам скажу, ну, то есть уникальные там высшая цивилизация какая-то. Это обычные люди, как мы, которые внесли огромный вклад в астрологию. Но мы в наше время тоже можем вносить этот вклад. И раньше тоже в психологии, да, все были в восторге от Фрейда. Но никто же сейчас по Фрейду не консультирует, не говорит, что ты животное, которое там, знаешь, сексуальное, которое там всех хочет. Там во сне приснилась змея, там еще, ну, знаете, да, этот сонник Фрейда. Но психологи же, ну, уважают Фрейда, но не консультируют по Фрейду. Так же и я. Я уважаю Рау, но я не консультирую по Рау. Понимаете, да, вот в этом фишка. Поэтому дальше пошел Юнг. Да, он уже начал там со знанием работать. И здесь мы тоже, мы работаем с психологией. Поэтому вот в нашей школе, да, естественно, люди приходят решить вопрос, а не изучить планеты. Нафиг они нужны, реально. Ну, узнал ты что-то про Марс, а что, у тебя что-то поменялось? Ничего. Ну, реально. Они должны быть для того, чтобы вот человек вот приходит, у меня проблемы там в отношениях, или там деньги не идут. И он должен закончить курс и решить этот вопрос. Определиться там с профессией, куда ему там дальше двигаться. А то, что он просто выучил планеты, ну, не знаю, как это может помочь. Ну, хорошо время провел, как бы, ну, не больше. Правильно же? Ну, на самом деле, ты в этом прав, и ты, наверное, один из первых. Даже не один, ты единственный, по крайней мере, кого я видела. И кто объяснил это на человеческий язык, я стала спать спокойно, потому что я не смотрела на людей из серии, там, Сатурни, Сатурн. Я просто стала в себе разбираться, и мне все равно, у кого какая планета. Я понимаю, что прежде всего, мы должны в себе разобраться. И ты, наверное, первый, кто это озвучил, и я всю жизнь с этим борюсь. Потому что мы всегда ищем виноватых, а все внутри. И наша карта, мне понравилось, как ты сказал, космический паспорт, но так как я восходящая рыба, ну, то есть, это улетевшие люди, для тех, кто это не знает. поэтому, конечно, это круто, и мне очень нравится, как школа преподносит эти знания, и, наверное, только твои видео помогли мне это, вот, вот, выйти. И мне жаль тех астрологов, которые верят, что если накормить ворон, там, по субботам, то можно Сатурна как-то уважить. Я пробовала кормить ворон. Много лет в Индии я кормила их, не помогло, я объездила Решики, я шучу, я не все время кормила ворон. Голубей тоже, да? Я до сих пор их кормлю, кстати, просто потому, что я их люблю. Вообще распределить, в принципе, по планетам птины. Нет. Вороны это Сатурн, там, голуби будет Луна. Получается, Луну хочешь поднять, там, покормили, луну. Кстати, про Луну расскажешь, как поднять, я не знаю. Не, правда, это круто, и без психологии никуда, потому что мы даже сейчас доезжаем до работы, мы уже психуем, поэтому сейчас время, когда мы из психов должны вернуться в нормальных людей, и как бы обезьяны сумели, они вот, если лес срубают, они просто уходят на соседнюю там деревню, а мы нет, мы кидаемся друг на друга, поэтому. Да, а скажи, есть у тебя положение, которое тебя непонятно или смущает? Да, кстати, меня астролог напугал, она мне сразу написала, у тебя раху в овне, там, во втором, а кету в весах, все. То есть, ты чувствуешь, что там есть какие-то сложности в этой области денег или нет? Ну, как раз у меня, наоборот, перекос в отношения, достигаторство, то есть, я всю жизнь вот шла в раху, потом я ушла в кету, как ты и сказал, кстати, что когда кету включается в восьмом доме, выключается вся карта. Кету это получается, когда человек идет в подсознание, без головы, то есть, он идет селом. Толг и миры, да, вот эти все вещи. Да, и она у меня в таком секторе, где я могу целый день, там, недели просто находиться, там, грубо говоря, видео смотреть, ну, того же Макса, там, или... И мне люди не нужны, то есть... Давай как раз по этому положению скажем, да? Получается, если вы видите ось раху-кету, то нужно работать с обоими, с обеими планетами, то есть, раху-это у нас получается, да, подсознательные разные там страхи, сознание, ну, это вообще не то, чтобы страхи, это возможности, да, которые мы не осознаем, а возможности скрыты в страхе. Так система работает, то есть, у человека там, где талант очень большой, у него может быть там страх, и он боится этот шаг сделать. Он может быть талантливым бизнесменом, он может выступать круто, но он чувствует, что ему это нравится, но он боится туда идти. И вот этот страх, он может быть как мотиватором, так и нет. И получается, если ты только пойдёшь в раху, да, в деньги, без духовного, да, аспекта, так и было. Получается, деньги зарабатываются, а удовольствие получать от них достаточно сложно. Я вам скажу, что люди, которые имеют большие деньги, но не имеют духовной базы, им очень сложно себя насытить, потому что, когда ты изучаешь медитацию, изучаешь философию, у тебя такое сознание становится, что ты можешь получать удовольствие от очень таких простых каких-то вещей, да, и тебе очень нравится сама жизнь. Ты когда медитируешь, у тебя органы чувств отдыхают, и они потом, когда при следующем включении, могут снова насладиться. То есть, медитацию создали, чтобы выйти из матрицы, из системы, и чтобы органы чувств выключились, вот как Нео, он отключился, да, от этих установок. И получается, когда мы постоянно юзаем эти чувства, то мы перестаём чувствовать. Ну вот сколько человек может сексом заниматься, но он же не может заниматься целыми днями этим, он устает от этого. Он говорит, хочу увидеть Эльфелеву башню, ну вот сколько он может на неё смотреть? Или там человек там купил себе там замок, он очень этого хотел, и ещё один. Сколько он будет там наслаждаться? Ну, побудет он там неделю-две, и всё, хочу больше, больше, больше. Вот так работает ум, у которого нет духовного аспекта, и он каждый раз несчастлив. Одни отношения, другие отношения, одно мороженое, следующее мороженое. Желудок имеет границы, как и органы чувств. Если человек изучает медитации, практики, у него как бы не стираются эти эмоции, и он может от простых действительно вещей, то есть он может, например, ну буквально что-то скушал и ощутил это на другом уровне. Да, и я вам скажу, если кто не медитирует, попробуйте после медитации поесть. Вы будете чувствовать каждую, каждую мелочь, да, вот эту тонкость вот этого всего. Ну вот, поэтому, если человек идет только в духовности, только медитирует, он тоже становится несчастным, потому что у него исчезают материальные запросы, это если в кету, да, пойти, это вот идеально, идеально, твои положения идеальны для нашего разговора. У нас же разговор сейчас вот фундаментальный. И старых астрологов. И получается, я тоже был фанатиком, я был в йоге, ну сколько, я в йоге уже 15 лет, я 10 лет медитировал, не ел мяса, там алкоголь не употреблял, а из них где-то 7 лет, я прям каждый, ну 2 раза в день, джапа, мантры, поездки в Индию, только в Индию и никуда больше. Вот только вот, я деньги копил, чтобы только к мастеру там, все, я там ожидал какого-то, ну, сейчас я что-то познаю, да, я что-то познавал, у меня приходили всякие интересные там, астральные опыты, я такое увидел, что-то во вселенной, еще что-то увидел, потом увидел прошлые жизни, еще, еще, и потом, и что? Ну и ничего мне это не дало, ну, ну интересно, деньги у меня не появились с этого, отношения у меня не выстроились, ну, я стал интересным человеком, но непригодным, поэтому, если ты просто медитируешь и не развиваешься материально, у тебя как будто одна нога есть, а другой нет, поэтому, это тоже не вариант, уходить в практики и на все забить, поэтому, да, я очень видел много фанатиков, которые, да, находятся вот в этом, как в секте, и не могут, ну, как бы они боятся оторваться от практик, потому что я тоже боялся, я медитировал 10 лет каждый день и ни разу не пропускал, то есть, даже если я был в аэропорту или на вокзале, я боялся, что если я один день не помедитирую, то со мной что-то будет не так, ну, вот, потому что ты все время это делаешь, как бы, ну, это как дышишь, ну, я рискнул, я остановил медитацию, было страшно, потому что 10 лет медитировал, такой просыпаешься, а сегодня я не буду медитировать, и где-то месяца 4 не медитировал, и я начал понимать, где я, где медитация, то есть, что она мне дала, а какой я, то есть, увидел этот мир, как бы немножко, да, с разных граней, а когда человек видит только через бизнес или там через духовность, да, проходи, мои, вот, то, поэтому в астрологии, в карте можно легко увидеть вот эти вот завихрения, когда человек может быть фанатиком или наоборот зацепленным за деньги, и ему нужно это объяснить, слушай, у тебя уже это есть, развивай другое, тогда ты будешь, ну, как бы в порядке, вот, поэтому, ну, даже типичная история, девушка была, они с мужем миллион долларов зарабатывают в месяц, и она мне говорит, мы хотим 10 миллионов долларов, думаю, интересно, а что у вас там изменится-то, ну, у вас там все есть вроде, ну, естественно, я у нее спросил, думаю, а когда у вас секс-то был, давно уже или нет, у меня статистика большая, я как бы сразу понимаю, ну, говорит, три года назад, я говорю, ну, вот у вас оргазм стоит 10 миллионов долларов, может, проще, ну, ну, там, я не знаю, устроить секс-марафон, там, не знаю, поездить по странам, что вы фигней занимаетесь, ну, реально, вы придумали себе, там, 10 миллионов долларов, а вам просто хочется оргазма, она говорит, да, мне вот психолог по-другому говорит, надо проживать, там, то, что ты, там, хочешь или чувствуешь, ну, я говорю, ну, будет у вас 10 миллионов, вы потом в такую депрессию впадете, что они вам дадут, вы от этого счастливее не станете, все, они поехали в путешествие с мужем, и она мне сказала спасибо, она говорит, ну, пускай муж, если хочет, зарабатывает, мне как женщине уже не важно, я свое получила, все, и у нее в карте просто, ну, реально, вот по деньгам, там, такой закос, что, мама, не горюй, вот вам пример. Да, но здесь это, хорошо, что она, как, прислушалась к себе, слава богу, да, потому что есть, вот, говоришь людям, ну, к примеру, даже без астрологии, и люди все равно считают, что лучше ничего не делать, ну, потому что ничего не поменяется, поэтому, ты как раз пропагандируешь, что сделай что-нибудь, ну, то есть, я стала пробовать из своего кету уже выходить, то есть, я сначала из раху вышла, а потом надо уже из кету, и поэтому я вышла и на практике, и, ну, по чуть-чуть я выхожу в мир, но, но очень сложно, это прям, потому что, да, я тебя просто слушаю, и ты говорю, именно твоя психология, потому что, если бы ты мне сказал, слушай, ну, у тебя раху, там, кету, ну, то есть, ты должна там, ну, я бы ничего не понимала, а ты говоришь именно каким-то примерами, которые ты сам проживал, и которые ты видел, как люди выходили, и это не упаи какие-то, не, это не язычество, где мы богов, там, это именно твое действие, и сегодня, к сожалению, мы себя уважаем, даже не своих родных, там, мы уважаем себя за свой поступок, но такое время настало, к сожалению, или к счастью, не знаю, то есть, нам никто, не полиция, мы всех можем обойти, но себя нет, поэтому, поэтому, согласен, красивая мысль, спасибо, всем добрый вечер, меня зовут Маша, Мария, и к Максиму я попала в самый-самый первый поток на обучение, самый-самый, это значимо, это значимо, я поэтому и пришла, вот, на самом деле, я в тот момент была в двойном декрете, и был 20-й год, и была пандемия, ну, собственно, чем себя увлечь в такое очень увлекательное время, на самом деле, я человек-материалист, и тут я решила, ну, нужно попробовать что-то такое на грани, я даже твою карту помню, у тебя помнил Сатурн с Марсом в первом доме, в первом доме, да, ну, скажите, вот, это йога тяжелого человека, ну, так скажем, тяжелого, но при этом умеющего организовывать свою жизнь, от этого и тяжелого, да, да, по первой специальности я банковский эксперт, банковский эксперт, и пришла к Максиму с запросом, в принципе, чем мне еще заниматься. Чтобы развить свою личность. Да. За четыре года я уволилась из банка и стала астрологом-кинезиологом. Ого. Вот так вот. Кинезиологом. Расскажи, как это? На самом деле, сначала я изучала астрологию, а потом я поняла, что людям нужно не только, ну, то есть, ну, моя консультация, им же нужно действие, все же хотят результат, и я стала искать техники, которые могут проработать их и получить очень быстрый результат за короткий срок. То есть, страх конвертировать в энергию. Это очень круто, потому что всем нужно сейчас. И ты как раз начала заниматься техниками, которые у меня... И я стала прорабатывать Марс в шестом доме в Овне. Ну, Марс в Овне в шестом, да, это служение людям и огромная энергия для этого. У меня тоже люди на консультацию приходят, я решаю это за час. Не как психолог, там, полгода ходишь. Ко мне человек приходит, говорит, у нас развод, у меня есть пять дней. Вот что делать? Я смотрю, да, и нам нужно как-то это быстро решить. Вот что действует. Поэтому астролог, он может посмотреть период человека, что с ним творится, да, какие у него внутренние потребности. Он даже психологу это может не рассказать, да. А астрология как-то помогает это увидеть без вопросов. Потому что, ну, статистика. Яркий пример. У меня в прошлом году начался период Сатурна. Он просто бабахнул, а он у меня в первом доме. И, честно сказать, ну, благодаря, конечно, всем моим практикам, я, ну, вылезла из этого состояния. Потому что, по ощущениям было, это как будто ты вот разгонялся на большой скорости, просто гнал. Период был Юпитер-Раху в рыбах, в пятом доме. Короче, все шло, все круто было. Или не на русский? Как, то есть, была сфера детей, семьи. Юпитер у меня управляет вторым домом, то есть, я получала деньги, доход. А тут у меня такое, во мне проснулся, не знаю, монах-отшельник, которая потянула в горы, ну, чтобы вы понимали. Вот. То есть, вообще, потерялся вкус денег. Вкус потерялся. Заметьте, мы только что до этого говорили. Бывает, теряется вкус к жизни, к деньгам, когда человек не полностью себя развивает. и природа так делает специально. Сейчас я скажу, это очень важный момент. Очень много у меня девушек было, у которых запрос на деньги, ну, прям, очень высокий. То есть, они вот все время говорят, деньги, 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 да, мужчина там должен богатый быть. Я, короче, решил их проверить, ну, чисто по психологии, почему, да, почему у них такой запрос. Оказалось, что 90% девушек, которые, ну, грубо говоря, выходят по расчету, да, замуж, у них в детстве родители их оставляли на какое-то длительное время, либо у бабушки, либо уезжали, когда ребенку показалось, что родители его бросили. И что любить, это страшно, это нельзя. Поэтому такая девушка понимает, что родители не дали ей защиту, и она должна добиваться сама этой защиты. И в определенном возрасте девушка делает себе обещание, там, в 14, в 15, вот, что угодно будет, но я себе эту безопасность добуду. У меня будет этот дом, у меня будут эти деньги, я готова на все ради этого. Потому что мама ей это не дала, эту защиту. И в итоге, естественно, да, что происходит? Естественно, она себя развивает однобоко, она встречает этого богатого мужчину, да, там, дом у них, все, и вот она это получает, но она не может это потрогать, не может это почувствовать. Представляешь, ты ждал, да, у тебя еда вот эта появилась, а ты ее не чувствуешь. У тебя органы чувств, как бы, они обестачиваются, потому что возникает глубочайшая депрессия из-за этих целей. поначалу, да, ты веселишься, разные страны, покупки, там, суммы, вот, а потом они приходят ко мне и говорят, что-то, что-то мне плохо, ну, не знаю почему, и не вижу смысла в жизни никакого, потому что закрылись потребности, вот эти базовые, а других целей не было. И все, это конец, то есть человек, получается, попадает в такую странную ситуацию, вроде он пришел к своей цели, а у него в глазах нет жизни, нет искры, они потухшие. И я вам скажу, что обещание, это очень опасная вещь. И когда вот для астрологов, вот фишку вам скажу, очень многим поможет, проводите консультацию, всегда, как бы у человека пробивайте, не обещал ли он себе что-то, ну, в каком-то возрасте, что-то очень серьезное, например, я заработаю вот эту сумму денег, во что бы то ни стало, я буду там самой красивой, или я буду самым успешным, вот что убивает предназначение. И вот это убеждение, его нужно снять. Человек должен пересмотреть это и перестать к этому стремиться. Вот. Поэтому убеждения, их можно видеть в карте, их можно просто узнать у человека и с картой сопоставить. Поэтому, если вы нашли убеждение, вы уже практически решили вопрос. Это вот вам такой лайфхак. Ну, собственно, чем я занималась 9 месяцев? Вот ее тема, да. Во-первых, я поняла, что не так важен результат конечный, как важен процесс. Да. Второй момент, качество жизни. То есть это, ну, вот вкус жизни нарабатывался какими-то там закатами, рассветами, классным общением с людьми, вот дружеское. и, а самое-самое главное, это, я очень много занималась телесными практиками, то есть прям, ну, подключала спорт, такой вот прям духовный. Не железо, а свои мягкие энергетические практики. Но мягкие, это в смысле не железо, но они очень мощные. И самое главное, ко мне приходили люди на консультации, я их успокаивала, там, я не знаю, что я с ними только не делала, там, мотивировала. Потом думаю, а почему я сама себя не могу так же успокаивать и мотивировать? То есть, почему я сама не могу для себя быть вообще самым классным коучем и самым классным управлением? Сатурф проснулся в первом доме. И я очень сильно пересмотрела отношения к самой себе. Вот этот внутренний голос. То есть, для меня он стал другом. И к чему я потом пришла, еще нужно мыслить очень сильно масштабно. То есть, если ты хотела чего-то одного, то нужно вот прям запредельного. И такое, чтобы у тебя прям мурашки по коже. То есть ты... Да, продолжай тоже. Чтобы не то, что там все хотят, потому что это пафосно, а потому что тебя туда тянет. А я тогда как раз еще изучила меридианы. Помнишь, был курс у тебя? Астролокация. Астролокация. Вот. И я потом захотела в одно местечко, и я потом посмотрела. Это горы. Ну, Сатурн любит горы. Вот. И это там, где зажигается солнце. Я поняла, что мне надо зажигать солнце. Да, вот еще один пример. Да, как говорят, да, в Китае или в Японии, кстати, не помню, бойтесь своих желаний. Получается, если у тебя желание ограничено, да, вот, ну, то, когда оно получается, да, как бы, оно реализовалось, то все. Поток энергии тоже остановился. И я не помню фамилию этого миллиардера, но это достаточно известный случай. Был очень такой богатый человек, у него действительно там целые корпорации были. он на своем корабле поплыл, можете забить в гугле, найдете там такая известная история, но у него все было, все. И он своим друзьям сказал, я благодарен вам, все, он там молодой, по-моему, 35-40 лет, говорит, ну, я все получил, чего хотел, я не хочу жить больше. И он просто с корабля спрыгнул со своего. потому что его цели, да, они были ограничены очень. Поэтому цели должны быть разноплановые. То есть, если я ставлю денежную цель, я ставлю духовную. И если человек заработал деньги, но сам не изменился к лучшему, то он пострадает от этих денег. Потому что пока ты зарабатываешь деньги, ты должен меняться. Ты должен быть более собранным, более ответственным. Не знаю, ты не должен кидать людей или обманывать, или еще что-то. То есть, у тебя должен рост быть, который соотносится с суммами. Почему, да, богатый ребенок, да, он постоянно попадает в переделки? Потому что у него деньги есть, но ему ничего не нужно для этого развивать. Они просто есть. И поэтому, да, воспитание таких детей это отдельный вопрос, да, если у родителей уже есть деньги, это нужно, да, очень быть внимательным, чтобы он захотел вообще, в принципе, как-либо расти. Поэтому, да, вот эти все выигрыши, денежные лотереи, тоже я знаю, ну, я думаю, вы слышали, как эти истории плохо заканчиваются, да, когда человек ничего для этого не сделал. Также, да, я, ну, это мое субъективное, понятно, что я, если честно, не понимаю эту тенденцию современную трейдинга, да, когда человек, там, вот эти вот все прыжки и валюты смотрит, зарабатывает, да, вот сверху. И я, когда на Бали был, у нас там криптовалючки собрались, я говорю, ну, да, ребят, понятно, вы меня не понимаете, астрология, это странно, но мы хотя бы там, как бы говорим о жизни, мы хотя бы что-то изучаем в себе, какие-то вопросы себе задаем, а что ты производишь, вот что ты делаешь, вот у меня друг, у него тракторный завод есть, он трактора производит, да, когда ты просто настроен чисто на заработок, да, я этого не понимаю, мне хочется, чтобы за этим что-то стояло, какой-то продукт. Может, производит профессию психолога, потому что они потом нервные и придут к себе. Да, они потом же к психологам и приходят, поэтому, если, например, даже, да, фондовый рынок вкладываться, ну, приятно же вложиться в предприятие, которое что-то производит, что тебе нравится, не знаю, там, Тесла есть, Гугл, у них есть и Грегор, ты туда деньги вложил, тебе приятно смотреть, что там эти акции растут, а когда ты деньги ради денег вложил, еще они к тебе пришли, а ты сам, получается, не изменился никак, ты ничего внутри себя не проработал, потому что мой друг, когда завод открывал, он там очень много проработал в себе, там капец, там вот эти пьющие вот эти слесаря, ну, представляете, завод там, это же вообще, это что он там прошел, ну, что ему нужно было в себе изменить, чтобы вот выжить вообще, то у нас в городе, да, в Рубцовске Андрей, мой близкий друг, потом мы приехали с ним на квадроцикле, на его завод, и он всем такой улыбается, и такой, давайте улыбаемся, сегодня, знаете, такой директор завода, ну, он йогой занимается, вот, но они, конечно, на него смотрят странно, что такое директор, вот, но все равно, он настолько любит свой заводик, он любит эти все вот запчасти, что там что-то производится, там его душа, и это приятно за этим наблюдать, и люди, которые будут получать продукт, они тоже будут рады, а когда ты делаешь деньги ради денег, астротрейдинг даже есть, астротрейдинг, да, да, есть, и я сама этим увлекаюсь, на кулинарку у меня, в втором доме, и я хочу сказать, биткоин четко увеличивается, когда самое интересное положение на нем, вот сейчас 24 апреля, биткоин в два раза увеличился, а это происходит раз в 4 года. Ну-ка расскажи микрофон, если раз в 4 года, биткоин, короче, обновляется, его стоимость в два раза становится больше, то есть, грубо говоря, сейчас один биткоин стоит 100 миллионов, 24, по-моему, 24 апреля, дату точную не помню, он начал стоить в два раза дороже, один биткоин стоил, сколько, два миллиона долларов, я сказала, короче, в два раза больше. Биткоин? Биткоин, да. Биткоин, да. Можно и биткоин, да. И я наблюдаю за этим, что это произошло в очень интересное положение на небе, можно даже посмотреть в Панчангу, да, карта неба на данный момент, и я еще удивилась, у меня муж говорит, слушай, а что там будет 24 числа, я посмотрела, там приближался транзит Юпитера, он зашел в Тельца, вот, вот, вот что я смотрела, приближающиеся, что-то еще, да, на небе образовывается, и что-то еще там было, я, если честно, уже не помню, но это происходит в очень интересное событие, поэтому астротрейдинг, он очень подвязан на самом деле на события в небе, я за этим слежу. Ну вот вам еще вид заработка, да, если все-таки биткоин просчитать по транзитам, я не делал, но у нас сейчас скоро выйдет приложение, и в принципе оно сможет это сделать, оно может, вот я хочу туда именно вот разные там монетки тоже погонять, посмотреть. Вот по приложению, как бы ему, который уже открыли с Денисом, да, будет курс какой-нибудь для чайников, ну хотя бы первой ступени, потому что внутри программы там очень много нововведений. Вот Денис, смотри, какой запрос интересный, а у нас здесь как раз Денис, так, спасибо Мария, давай тогда мы, Денис, пойдем чуть-чуть пообщаемся, раз это запрос к тебе, у нас такое спонтанное все, и будет интересно. Приложение, да, оно как раз поможет большую статистику считать, и в принципе прыжки вот эти, да, разных валют. Кажется, все в школу, да, но это хорошие деньги для астролога, если к нему будут криптовалютчики обращаться, мы видите как перешли, да, в другую грань, ой, как это плохо, но деньги-то зарабатывать мы можем, это вечное. Это баланс? Да. Но, как бы сказать, если смотреть только это, понятно, да, что толку мало, если вы всю карту смотрите, но там посмотрели валюту, в которую вы вложили, тогда будет баланс, а когда вам нужно это только, чтобы увидеть, когда заработать, ну, я иногда говорю, что вы себя мучаете, ну, сходи в казино, поставь, и будет быстрее результат, ты вот ставишь на эту монету, и ждешь там, когда она взлетит. Так, мы возвращаемся, запрос какой? Ну, вообще, будет какие-то объяснения по программе? По программе, да. Да, конечно. Нету старой программе. Денис, представься, да. Да, привет, меня зовут Денис, я занимаюсь разработкой нашего нового проекта, это, скажем так, Макс в онлайне, и его команда, то есть мы взяли самые лучшие компетенции, которые у нас были наработаны за это время, и пытаемся это оцифровать. Получается прикольно, выпустили сейчас мы с вами первую версию, мы идем по принципу настоящего стартапа, как только у нас что-то появилось, мы сразу это выпускаем в мир, даем возможность попользоваться даже в том виде, в котором она есть сейчас. Первая версия есть, то, что у нас в школе была разработана система с островатами, вы, наверное, слышали, да? Мощность планет. Мощность планет, да, когда ты можешь просто увидеть потенциал своей планеты. Сейчас это уже есть, это, скажем так, коэффициент, который состоит из 80 формул, то есть 80 аспектов, которые рассматриваются, и вместе дают там несколько тысяч комбинаций. То есть у нас получается вот такая штука, и все вот так вот и будет у нас дальше, 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 дальше. Все, что раньше требовало безумного количества времени для того, чтобы собрать все это в голове, плюс еще посчитать, можно будет делать за секунды. Да, программа сейчас за секунду может, ну, как бы прогноз, да, сделать, ретификацию мы сейчас дорабатываем. И я считаю, что пока астрологи считают, у нас есть проблемы. Астролог, я думаю, не должен считать, он должен давать трактовку. А приложение должно давать результат. То есть я к чему? Когда астролог строит прогноз, он делает ошибку. Когда астролог делает ректификацию, он делает ошибку. Приложение должно облегчить вот эти все вещи. Ну и плюс, да, у нас недостаточно статистики, потому что она собиралась, ну, сами знаете, да, сидел астролог в Индии, и приходило много людей. А сейчас, да, когда в приложении будет много тысяч человек, мы можем просто сделать опрос, да, там, кто кофе любит с утра, или, не знаю, там, что там у нас, шляпы, что угодно. Да, и мы сможем получить огромное количество ответов и по профессиям, и по всем обстоятельствам, которые не могли иметь астрологи прошлого. Да, мы астрологи будущего, и GPT, и приложение смогут вывести астрологию на новый уровень. Один важный момент, приложение не заменит людей. Не заменит. То есть оно облегчает работу астролога, убирает большое количество ошибок, но самое главное – это общение с человеком, вот эта психологическая часть, то, что даст больший результат в плане работы с конкретным человеком. То есть мы убираем большое количество ошибок, человеческий фактор, и уже бьём в точку. То есть будет сокращаться время консультации и её эффект. То есть основная цель – это вот помочь именно астрологам. У нас даже, наверное, на днях мы выпустим функционал, который уже вручную позволит упростить историю с ректификацией и с прогностикой. То есть вот уже тестируем, думаю, может, неделя-две и уже можно будет это увидеть. Да даже если и три месяца, я думаю, программа пока разрабатывается. У меня просто знакомый создавал программу для Apple, и он говорил, что когда выходит программа, три месяца вообще не обращай внимания. Ну, потому что, наоборот, смотря на эти отзывы, они её доделывают, как и техника, когда выходит. То есть это нормально, потому что мы над программами, а не программа над нами. Поэтому именно мы её и создадим. Ну, я так вижу. И ещё важный момент, да, что сейчас у нас первая сотня людей заходит для того, чтобы скорректировать, добавить что-то перед выходом уже полноценной версии, хотя уже функционал там широкий. Мы потому что идём от людей, от запросов людей, в чём они нуждаются. У нас группа тестировщиков, и как вот Денис мне понравилось, как-то в группе написал нашим астрологам, ну, вот представьте, что вы вот в стране чудес, и вот всё, что вы хотите в этой программе, напишите. И они пишут, ой, а я хочу вот, когда консультирую, вот я вот сказала, и чтобы в аудио было. Ну, там Денис говорит, так оно может не только в аудио, оно может в текст перевести, и потом ещё на почту отправить. Да ладно. Ну, такого в приложениях нет пока. Да, там, ну, в джотиш. И они говорят, вот это да. А можно там, чтобы рисовать было? Ну, давайте добавим. Чтобы, да, потому что иногда говоришь, забываешь и там прорисовал. Тоже этого нет в приложениях. И вот все этими мечтами поделились. То есть у нас уникальная ситуация возникла, что это разрабатывает не астролог классический или не просто айтишник, да, который программу выпускает, а мы как бы оба свободны от каких-то концепций ограничений. То есть это действительно такой вот космический стартап. То есть мы делаем такие вещи, которые не опробованы ещё. Да, такую ректификацию, ну, ещё не выпускали такого рода, да, и прогноз. И это вдохновляет очень. Ну, такое ощущение, что ты как бы в неком космосе находишься, и тебе надо это как-то всё вот собрать, да, вот эту космическую станцию. И вот мы вместе её собираем. То есть есть какие-то вопросы, предложения, замечания? Я думаю, будем в чате чатиться, потому что это в моменте всё. Да, добавляйтесь, это прикольно, быть частью какого-то интересного проекта. Я сам участвовал в разных стартапах, просто на уровне вот мне по кайфу. Мне интересно, во что это просто вырастет. То есть у меня не было никакой заинтересованности, ни материально, но именно быть частью чего-то такого классного, это всегда круто. И просто смотрите эволюцию, как оно там происходит. Ну, и ещё важный момент, то что действительно у нас какая-то необычная получилась встреча, в том плане, что я когда в Таиланде был, я очень со многими айтишниками общался, я не понимал, кого мне найти такого, чтобы я мог эту свою астрологию перенести, айтишник, как они будут это понимать. И они такие суммы говорили, потому что это реально сложно. И в итоге Денис мне позвонил, а мы знакомы уже давно, уже больше 10 лет, может там 15 лет. Мы у одного мастера. У нас мастер Шира Вишенкар, мы ездили в Индию, он учитель уже 20 лет, искусство жизни. И ведёт курсы молчания, то есть он в ведической культуре. Ему астрологию легче понимать, потому что он уже в этом. И получилось такое соединение, что оказался айти-специалист со знанием ведической культуры. И астролог, да, который современно мыслит, которому интересно айти. И как бы на этой теме у нас произошёл такой необычный союз. Поэтому мы можем себе позволить сейчас вот так вот импровизировать. Ну и, естественно, те, кто смотрит это видео, ссылка будет под видео, вы можете добавиться в чат и в программу зарегистрироваться. Сейчас у нас, вы будете первыми в стартапе и можете влиять на разработку. Поэтому не откладывайте. Потому что потом уже влиять будет сложнее. Потому что это большие деньги. Да, потому что сейчас мы строим, скажем так, фундамент, который дальше будет определять, насколько мы его сможем построить ввысь, вширь, какая будет там у нас обивка и так далее и тому подобное. Как это будет всё выглядеть. Так что можно стать частью. И куда пойдёт проект, зависит на самом деле именно от тех, кто у нас сейчас в команде. И можно стать частью этого проекта. То есть, если вы понимаете, как вы можете в него сами включиться, монетизировать свои компетенции, быть полезными большому количеству людей, то welcome. Такие предложения на самом деле есть. То есть, это может быть там просто чем-то новым, чем-то новым, уникальным, того, что в принципе сейчас нет ещё на рынке. Спасибо. Спасибо, Денис. Так, ну что, давайте подытожим. Значит, сегодня были люди, которые спонтанно здесь оказались. Но у всех людей практически одни и те же задачи. Действительно, не было запланировано, я не договаривался. Но смотрите, какие темы выплыли. Первая тема – это дети. И если вы хотите действительно понять своего ребёнка, вы можете прийти на наше обучение. Ссылочка под видео. Годовое обучение есть. Можете на первую ступень. Называется навигатор жизни. Поэтому мы вот прям с этого начали. И это непросто. То есть, дети пока растут, очень здорово посмотреть и понять, что лучше с ними не делать. Если ребёнок у него, вот он рыбы, да, там, по знаку зодиака, ну не надо его так вот по графику постоянно, ну, дрючить. Ему нужно немножко как бы давать больше свободы, иначе он потеряет вообще свою индивидуальность. Если ребёнок козирог, наоборот, да, как бы, ну, ну это я так очень грубо говорю по знакам, там надо планеты смотреть, да. То есть, знак очень мало даёт. Там нужно смотреть все расположения, для этого люди и приходят. То есть, вот отсюда, да. Потом о чём мы говорили? Рахукету. Это когда человек уходит в крайность в одну. У кого-то деньги идут, у кого-то идёт там духовность, там, развитие. Но всё равно это дисбаланс, когда ты в чём-то одном. Для этого вы тоже можете прийти на обучение. Да, это второе, да, тоже очень важный момент. Третье. Если вы уже проходили какие-то курсы, и вам непонятны эти трактовки, вас они пугают. У вас там йоги бедности, у вас там дома врагов, которых у нас нет. Я говорю, у нас в школе йоги бедности нет. Вот в другой школе, пожалуйста, у них пускай там будет йога бедности, у нас она исключена. У нас есть возможность заработать. Если им так нравится, ну пускай они там изучают, почему они бедные. Мне как бы неохота на это время тратить. Поэтому Рахукету, да, это работа с подсознанием, с подсознательными страхами. Надо понимать. Человек пришёл на первую ступень, понял, да, основные программы. Дальше он идёт на вторую, это прогноз и ректификация. Это для чего? Это чтобы в периодах увидеть, как это работает. Ну то есть у вас там 10 раз уже Марс был, и вот через 2 месяца у вас Марс наступает. Недостаточно просто посмотреть в карту, где Марс. Надо посмотреть, как вы с ним до этого жили. Для этого нужно статистику посмотреть, с куратором, чтобы не напридумывал человек себе. Он там посмотрел статистику, прочитал что-то в гугле, что всё у тебя там здоровье будет плохое, или ещё что-нибудь. Ужасов понаписали. У нас трактовки ориентированы на стандарт психологии. Не навреди. Там не будет никаких вещей, которые будут вас пугать. Что у вас в будущем денег не будет, или здоровья, или что-либо не будет, или у вас какая-то травма. Многие психологи делают такие ошибки, когда говорят, у тебя там травма детства, давай там маму посмотрим. Не всем нужно смотреть маму, потому что плавно ты начинаешь её осуждать. И мало кто это знает. И не каждому человеку нужно работать таким образом с мамой. Не все способы так подходят. Надо посмотреть у него Луну вообще, какая она у него, или там Солнце, это отец. Вот ещё один вопрос. И следующий вопрос, вот у нас Денис пришёл спонтанно, и вот тоже как раз в конце прям добавил такой энергии, что астрологи слишком много вычислений делают. Это надо посмотреть и эту планету, и там. И пока он это вычисляет, его мозг устает, и на трактовку остаётся только вот, не знаю, возьми себе камень, что там у них там, какой там у нас, рубин, и покорми ворону. Потому что пока он это читал, у него уже всё, крыша поехала, и остаются только мантры. Поэтому для этого и нужна программа. Чтобы ты не смотрел, где этот Марс. Там в программе, кстати, уже сейчас есть, вы можете всё посмотреть о планете. Вам не надо думать. Вы смотрите, луна там, зажим, сожжение, аспекты. Всё, что происходит с луной, уже на русском написано. На раджа-йоге. То есть вам не надо смотреть в карту вообще. Вы смотрите уже готовое, и даёте трактовку. Прогноз тоже, но это нудная штука. Сидишь там, вычисляешь всё это, пишешь. Потом у тебя опять не хватает вот этой энергии, чтобы дать нормальные рекомендации. Опять ты говоришь там, камень, ворона, или ещё что-нибудь. Или что у тебя там, планета в доме денег, зарабатывай деньги. Да, хороший совет. Вот, поэтому опять же программа берёт это на себя, и у астролога остаётся вот эта энергия, чтобы что-то нормальное сказать. Ну, как-то поработать с человеком побольше, там, поспрашивать его, а в чём эта проблема. Нет, человек сидит целый час, говорит, у тебя Юпитер в первом доме, Марс в четвёртом, рассказывает все планеты. Нафиг кому это нужно? У человека две задачи. Он хочет быть счастливым в отношениях и в деньгах. Астрология никогда никого не интересовала, потому что, когда люди приходят на консультацию, они меня спрашивают, где мои деньги, почему у меня нет пары. Он не приходит узнавать астрологию, поэтому это глупо думать, что людям интересны планеты. Они сюда пришли, чтобы просто быть счастливыми, а астрология их приближает к этому. Поэтому программа, ну, по сути, она может высчитать уровень счастья и скорость, да, как мы можем быстрее к этому уровню гармонии прийти. Возвращаясь, да, к нашему годовому обучению, когда вы прошли, да, там, первую ступень, вы прошли периоды, дальше вы идете в Накшатры вглубь и дробные карты. Иногда, знаете, на многих курсах кто-то начинает прям с Накшатр, но это очень сложно, да, кто-то с периодов. Поэтому надо сначала как бы базу и практику. И самое главное, кто смотрит Ютуб, как раз я выложил много информации, чтобы вы просто теорию узнали в Ютубе, чтобы вы не платили деньги за то, что мы вам скидываем просто тексты. У нас приходят практиковаться, поэтому вы платите деньги за практику, а не за то, что мы вам скинули красивый текст, и вы его целый год учите. Потом астролог будет бракованным. Мы учим, чтобы человек сам своей головой думал. Он включился в карту и сказал, что он сам чувствует через свою жизнь, а не потому, что Рао написал, или мы там в школе, я там что-то придумал, или еще что-то. Поэтому мы даем базу, и человек своей головой думает. И кураторы учат человека изнутри это читать, а не учить. Поэтому хочешь выучить английский, едь в Европу. Хочешь научиться на машине или в Америку, на машине хочешь научиться, садись за руль. Поэтому астрологи, которые учат трактовки, все равно, что ты по ДД учишь правила, а за руль не садишься. Кому оно нафиг нужно? Я не знаю, я когда сел за руль, я не помню, когда бы я смотрел на знаки. Но они как-то, они есть как бы, но важно, куда ты едешь как бы, да. Поэтому вот это зацикливание на трактовках, оно очень сильно, ну как бы, астрологию тянет вниз. Поэтому у нас есть сейчас все. У нас есть возможность практиковаться, да, и сейчас появится, доработается программа, которая возьмет на себя, ну так скажем, грязную работу, да, которую брал на себя астролог. И еще и сможет ускорить процесс работы, да, с человеком, и углубить его, потому что программа тоже скоро начнет советовать. Да, до этого недолго осталось. Поэтому нужно нам всем как бы себя тоже, так скажем, развивать. Иначе GPT, да, ну сами понимаете, поэтому не хотелось бы. Но все равно GPT, он как бы имеет свои границы, шаблоны, и все равно как бы живые консультации никуда не уйдут. Вы что, не смотрите новости? Новый чат GPT, какой там вышел, версия его, что теперь чат может взять твою фотографию, поставить ее в видео с твоим голосом, и позвонив тебе, а вот Макс там условно говоря где-нибудь скажет, у меня плохая связь, я в горах, ну конечно не к тебе относится, любой человек может сделать, и провести консультацию, ну так условно. Это к тому, что сейчас надо быть аккуратным, кто-то перед тобой сидит, и проверять компетенции. Да, все верно. Поэтому по ссылочке, да, вы можете перейти там в приложение, есть у нас навигатор жизни, и годовое. И сейчас я буду финально, да, проводить первую ступень, потому что я хочу дальше заниматься приложением, больше идти в психологию, вот, и сейчас хочу провести вот тоже первую ступень и пойти дальше. И также, да, есть возможность записываться на ВИП-практику, это вот психология, да, соединенная с астрологией, мне заинтересовали всякие психические отклонения, оказывается, они у всех нас есть, у кого-то в зачатке, у кого-то дальше. И это курс об войне субличностей. В астрологии это пока малоизученная тема, поэтому вот эта война субличности, это как раз об этом вот мой курс авторский, где мы можем разобрать вот эти крайности, в которые мы попадаем. Соединение извращенца и священника, например. Человек слишком нравственный, да, в секс не идет. Или, например, слишком извращенный, нравственности у него мало, да, это воюет. Но если слишком в священника пойти, можно стать и фанатиком. Ну, это такой простой пример. И у нас у каждого есть вот эти вот три-четыре такие. Да, три. И можно молиться дома, да? Да. Вот. Поэтому наша задача вычислить, какая субличность взяла на себя все, потому что мы сами выбираем себе какую-то модель очень удобную для себя. И надо иногда посмотреть, а что бы нам сбалансировать в карте, чтобы не прикрываться этой моделью. И оказывается, помимо карты человек еще может некую маску на себя наложить и взять какое-то соединение и только его использовать. Ну, вы же видели, например, человек-управленец. Он домой приходит и тоже управленец. А у него же там еще где-то 7-8 йог, а он их не использует. И вот цель этого курса найти вот эту зловредную йогу, на которую человек ну, как бы слишком сильно молится. И объяснить ему, да, как это сбалансировать. Ну, и как это увидеть в других людях. Это, да, вот такая вип-практика. Поэтому вот у нас сейчас такие есть интересные продукты. И, да, по ссылке переходите. Вы сможете про все узнать, вам все расскажут. И будем рады, да, поделиться. Так что всем спасибо. У нас сегодня получился спонтанный семинар такой в Москве. И еще и место у нас другое оказалось. Вот. И я надеюсь, что это поможет многим людям на Ютубе тоже пересмотреть, может быть, какие-то темы. Потому что сегодня были прям фундаментальные темы подняты. Это были рандомные люди, да, неожиданные, но все равно, посмотрите, это все нас касается. Потому что мы в одном поле живем. И кого бы я сюда не пригласил, он все равно будет говорить об одном и том же. Так что за пять тысяч лет ничего не поменялось, и астрология решает те же вопросы. И никуда она не уйдет. Поэтому всем спасибо. Спасибо.